Зеленая спаржа – очень полезный овощ, сок которого способен защитить печень от токсинов, а также облегчить похмелье. Этот продукт используется во всем мире не только в кулинарии, но и в народной медицине. Спаржа имеет отличное антисептическое действие, а также обладает мочегонными и противогрибковыми свойствами. В овоще содержится большое количество фолиевой кислоты, витаминов А и С. Благодаря своим полезным свойствам спаржа способна сделать вашу кожу гладкой, укрепить волосы и предотвратить появление морщин. Энтен Пепеп. Из спаржи готовят и гарниры, и супы, и даже десерты. Истинные поклонники этого питательного овоща едят его в сыром виде. Как правильно готовить зеленую спаржу? Учтите, что купленную спаржу лучше приготовить и съесть сразу, так как при долгом хранении овощ теряет большую часть всех своих полезных качеств. Если все же вам нужно некоторое время хранить спаржу дома, срежьте нижнюю часть ростков и поставьте их в воду как цветы. Так овощ можно хранить в течение недели. Также можно замораживать спаржу. Тщательно помойте стебли, порежьте их и залейте кипятком на 3 минуты. Потом поместите их в холодную воду на 5 минут. Затем слейте воду, расфасуйте и поместите в морозильную камеру. Перед приготовлением спаржу необходимо подготовить, почистить, обрезать обязательно место среза, снять пленку, она очень горчит и обдать кипятком. Рецептов с этим удивительным овощем существует огромное количество, но лучше всего спаржа сочетается с мясом и рыбой, ну а суп-пюре из этих зеленых стеблей просто бесподобный. В спарже к мясным блюдам возьмите 0,5 килограмма спаржа, 50 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 20 граммов маргарина, 20 граммов муки. Нарежьте спаржу, залейте 0,5 литра кипятка, посолите, добавьте 10 граммов сливочного масла и тушите до готовности. Смешайте отвар, в котором варилась спаржа, сливочное масло, яйцо, маргарин и муку. Этим соусом залейте измельченные овощи. При желании можно тушить целые стебли. В спарже в тесте возьмите 0,5 килограмма спаржа, 0,5 литра молока, 3 яйца, 250 граммов муки и майонез по вкусу. Отварите спаржу в подсоленной воде, воду слейте. Из муки, молока и яиц приготовьте тесто. Обмакните спаржу в тесто и положите в хорошо разогретую сковороду с кипящим подсолнечным маслом. Готовую спаржу в тесте полейте майонезом или другим соусом. Соус к спарже подготовьте 2 яичных желтка и 100 граммов сливочного масла. Размешайте желтки с маслом и столовой ложкой холодной воды в кастрюле. Поставьте смесь на слабый огонь и варите, постоянно помешивая. Когда соус станет густым, посолите, поперчите по вкусу. Таким соусом можно заправлять обычную вареную спаржу, он отлично подчеркнет изысканный вкус этого полезного овоща. Спаржа вареная подберите ровно и побеги спаржа, острым ножом срежьте огрубевшие участки кожицы, старайтесь не повредить головку, она – самая вкусная часть овоща. Помойте спаржу, свяжите в небольшие пучки и варите в подсоленной воде 15-20 минут. Как только головки станут мягкими, можно вынимать спаржу из воды. Подавайте овощ с соусом или в качестве гарнира к рыбным и мясным блюдам. В суп пюре из спаржи возьмите 200 граммов спаржи, 80 граммов муки, 80 граммов сливочного масла, 1 стакан молока, 1 яичный желток. Отварите отдельно головки спаржи. Остальную часть овоща варите в белом соусе около 15 минут. После того, как спаржа сварится, протрите ее через сито, смешайте с бульоном и доведите до кипения. В суп добавьте желток, молоко и масло. Украсьте головками спаржи. Салат из спаржи и шампиньонов. Возьмите 300 граммов шампиньонов, 300 граммов спаржи, растительное масло по вкусу, 2 ст. Ложки лимонного сока, соль, перец и зелень по вкусу. Спаржу отварите, порежьте. Грибы очистите от кожицы, порежьте и притушите в собственном соку с добавлением соли, перца и лимонного сока. Перемешайте спаржу с грибами, заправьте лимонным соком, растительным маслом, посолите и поперчите. Украсьте салат укропом. Спаржа – низкокалорийный продукт. Употребляя его регулярно, вы сможете очистить организм от шлаков, токсинов и даже избавиться от лишнего веса. Употребление спаржи позволяет свести к минимуму риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!